Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими выпусками. Сегодня, в субботу, 5 октября, мы говорим с Олегом Ивановичем Стариковым. Олег Иванович, приветствую вас. Да, здравствуйте. Подпишитесь, пожалуйста, на канал украинского военного философа, эксперта, аналитика. Ну и, конечно, поставьте лайк этому видео. Вот прям даже не начиная еще. Вот сразу нужно поставить лайк и подписаться. Олег Иванович, тяжелейшая неделя и эмоциональные качели достаточно серьезные. Понятно, Ближний Восток, понятно, Зеленский с планами, визитами, потеря Угледара. Но начать я предлагаю с темы, о которой вы можете говорить часами. Но, предупреждаю сразу, часами Олега Старикова нужно слушать на его канале. Это тема НАТО. К нам приезжал Рютте и, если честно, было воспринято многими, и мной лично, я не буду кривить душой, вот эта формулировка Рютте нового агентсека НАТО, что Украина близка к членству в Альянсе как никогда, вроде какого-то издевательства. Ну вот правда. То есть, мы ракеты сбивать не будем, дальнобой не дадим, может, деньжат оружия подбросим, но вы близки как никогда. А тут вот к концу недели, да, вот день сегодняшний, там, суббота, воскресенье, и, наверное, будут обсуждать это и в понедельник, выходят разные публикации, LPAIS, Financial Times, они пишут о том, что вполне себе договорено начать процедуру, ну, скажем так, обмена оккупированных территорий на вот это самое членство. Что вы об этом думаете? Да, добрый день, уважаемые зрители, или вечер. Значит, два клика, выйдите вниз, Олег Стариков, кликните, а потом колокольчик, и всё. И таким способом вы меня не оплатите, мой труд, потому что, как оно, я всегда к каждому эфиру готовлюсь, и всегда стараюсь, по крайней мере, я могу в чём-то ошибаться, но я всегда искренне. Я, моя задача не, моя какая задача? Моя задача в том, чтобы вы начали думать, и, по крайней мере, даже если что-то начали искать, по крайней мере, если можно, если что-то непонятно, напишите Шелест, он мне этот вопрос задаст. Поэтому два клика, и тогда 100 тысяч подписчиков до конца года мы наберём. Ну, это первое, я всегда такой агрессивный менеджмент. И второе, в отношении НАТО, давайте я вот блоками буду большими такими говорить, чтобы было от мировоззренческого, то есть методом дедукции, от общего к частному. Почему? Потому что сначала мировоззренческое состояние, потом государственное, а потом уже стратегическое и тактическое. Соединённые Штаты Америки, которые являются основным донором и основной силой в НАТО, войну считают как бизнес. Это ключевая аксиона. Всегда такое было, как и на Первой мировой войне, так и на Второй мировой войне. Они поднялись. Естественно, это действительно мощная сила. Первая мировая война, если бы Штаты не вступили в войну, и Германия бы тогда, они в 1918 году вступили, Германия тогда бы не капитулировала, и война бы, как они европейцы называют, большая война, мир бы пошёл по другому пути. То же самое касается и Второй мировой войны. Поэтому всегда считают. И я вот, когда меня Александр спрашивал, я спрашиваю про НАТО. Я говорю, как принимается решение оно? Сидит командующий, с правой стороны начальник штаба, с левой стороны начфин. Начальник штаба докладывает. То есть высшее политическое руководство поставило задачу. Завоевать такую-то страну. Ну, например, завоевать. Или освободить. Или это, я имею в виду, завоевать, освободить. Это как Первая мировая война, Вторая мировая. У них принцип действий у профессора. Все время один и то же, почему они считаются одной сильной армией мира, и в том числе и государством. Значит, всегда они считают деньги, ресурсы. Так вот, начальник штаба докладывает. Значит, командующий послушал, карту посмотрел. Посмотрел, поворачивается налево. А наш фильм сидит, считает на счётах. Вот таких, на костяшках. Врочи на костяшках, потом рифмометр, потом уже маленький компьютер, ну, а потом уже сейчас, или с элементами искусственного интеллекта, сразу быстро будятся основные данные исходные. Раз, выдаётся, да. И докладывает. Сэр, с той ресурсной базой, которая у нас есть, мы не способны выполнить эту задачу. Не способны. Почему? Потому что раз, два, три, четыре. Командующий что делает? Я, говорит, пойду, секундочку, прерываем совещание. Идёт, звонит в Пентагон и докладывает. Ну, политическому руководителю. Военный докладывает, политическому руководителю. Сэр, так и так, политическое, то, что было поставлено политическим руководством, наши вооружённые силы не способны это выполнить. Почему? Потому что не хватает ресурсов. Не хватает 300 танков, 200 САУ, триллиона долларов, ну и тому подобное. Там, армии, самолётов, топот. А политическое руководство спрашивает. А что вы можете делать? Что вы можете делать с тем ресурсом, который даёт государство? Он говорит, мы можем сделать только выйти на границы, там, типа, 14-го года или 22-го года. Или остановить войну на тех границах, которые есть. Это я уже к нам. Чтобы зритель понимал, о чём речь. Почему? Потому что у нас высшее политическое руководство ставит задачи, которые финансово, в принципе, не обеспечены. А почему ставят? Потому что, когда нам союзники, партнёры давали ресурсы в 23-м году, 60 миллиардов долларов, они почему-то посчитали, что можно решить политические задачи, о которых говорил всегда президент Зеленский, по крайней мере, до настоящего времени. Он ещё другой ничего не говорил. Это иностранные газеты пишут. А сейчас пока границы 91-го года. А ресурсов нет. Так вот, а почему началось вот это всё обратное состояние? Потому что американцы посчитали, что нет ресурсов. Все ресурсы, что были, нам отдали. Всё. И опять же, я на вашем канале точно помню, говорил, как бы ни получилось, где-то полгода, даже год назад, как бы ни получилось, как это произошло в Афганистане, когда проиграла афганская армия талибам, те, которые в тапках ходят, и с автоматами, китайскими автоматами вооружены, и в тапках, да, на босу ногу при минус 20 ходе, да, об этих тюрбанах и тому подобное. А афганская армия была вооружена на 2 триллиона долларов. Бюджет Америки выделил в Афганистан на войну от 1 триллиона до 2 триллиона. Ну вот, знаете, триллион туда, триллион туда, ну и считаем, да. Она была вооружена новейшим видом вооружения, новейшими оружием не только 4-го поколения, но и 5-го поколения, с программным обеспечением. В итоге что оказалось? Они взяли и выключили всё программное обеспечение. И всё, и улетели, и улетели. И в итоге видели, самолёты хватались там, ну и тому подобное. А я же говорил, ребята, как бы ни получилось, что это так произойдёт. У них, они сейчас, что у них, выборы. Они на нас особо внимания не обращают. Сейчас бы, чтобы не произошло политической ситуации, на нас никто внимания не обращает, потому что у них своё. И потому что не зря президент Трамп сказал, и президент Байден сказал, кто бы не выиграл, как бы не было каких-то гражданских заворушек, да. Они что один, что другой говорят. А это реально может быть, ну если будет несправедливое, какие-то там, ну и тому подобное, то это пусть они сами там разберут. Так вот, ситуация подошла к тому, что самый большой спонсор нам сказал, денег нет. Говорит, Европейский Союз, говорит, пусть Европейский Союз обеспечит. У немцев, у немцев всего 250-300 танков, всего, всего. То есть, две дивизии, дивизия, всего дивизия, танковая дивизия, или три полка танковых. Но у них полки чуть-чуть больше, чем у нас. У нас полк примерно 100 танков, ну примерно, а у них отзвод у нас три танка, у них четыре, поэтому у них чуть-чуть количество больше, но у них где-то дивизия танков. У англичан где-то 130 танков, всего. У французов, ну там 500, но у этой танки у них такие, там на колесиках, видели, там на колесиках едет, чтобы по Африке там прозрежать, таким сливоким вооружением, который сожгет любой ФПВ-дрон. ФПВ такой, как его, дроновод, который ни разу не подтянется, но может делать, очень нанести много ущерба наступающим войскам. Так вот, в итоге оказали, что поняли, что для того, чтобы это все остановить, денег это особо, и военно-промышленный комплекс раскрутили, значит, сейчас идет подготовка в военных доктринах у Синьёшката Америки, что главный-главный противник, кто? Да не Россия у них главный противник, у них Китай главный, у них это записано, Китай, а Россия несет угрозу, Китай главный противник, это несет угрозу, а что такое несет угрозу? Ну, несет угрозу, можно против него воеваться гибридными способами, зажигая по периметру, и пусть он сам по этому периметру там и что-то делает, и ресурсы туда не кидает, в том числе и в отношении Украины, они же так на нас смотрят. Так вот, вывод очень простой, что мы фазы войны, фаза войны, фаза войны, войны развиваются в соответствии с фазами, а не сценарием, который пишет, в офисе президента, не сценарий пишет, они, войны по сценариям не воюют, вот фаза войны сейчас подошла к тому, что или война должна российско-украинской, или закончиться, или перейти в четырехлетнюю фазу, сейчас воспоминайте, перейти в четырехлетнюю фазу. Значит, опять же, я уже рассказал, почему основной наш партнер так относится, так же самое и западный, именно Европейский Союз. И третье, они считают, к чему это может привести, но есть у них несколько направлений, первое направление, это война до победного конца, у Пютин должен лежать в морозильнике, или вот на Красной площади, Красная площадь 1, 1, адрес такой, или второе, или сейчас думают, как же все-таки с этим, что же с этим все-таки делать, поэтому политически для нас время самое опасное, но теперь берем, возвращаемся вовнутрь Украины, значит, западному миру, реально уже, честно говоря, я мягко скажу, надоело, вот вся информационная составляющая, которая идет, которая реально не обеспечивает, реально показывает, что у нас происходит. Вот нынешняя война, я ее называю войной переходного периода, вот на моем YouTube-канале Олег Старик, вы сейчас берете, подписывайтесь, колокольчик нажимаем, я лекции читаю, вот там лекции, очередную лекцию, вот в среду прочитал, четверг она вышла, про войны переходного периода, там я примерно рассказываю, что война, она очень отличается, это война в первом плане идет информационная, потом военная. Кстати, мы чуть-чуть, ну, извините, тогда цинизм, но война российско-украинская, она в некотором плане, можно ее сравнить и войной, третьей ливанской войной, которая сейчас на Ближнем Востоке. Почему? Ну, с этой информационной составляющей, там все, что показано на картинках, показано, где-то процентов 50 правда, процентов неправда. У нас то же самое ИПСО, боевая пропаганда, как с разных сторон, она ведется очень серьезно. И последний текст, в информационной плане. Мы выбрали стратегию информационного обеспечения боевых действий, не как это делал Черчилль, как я говорил, правду рассказывает, правду и только правду, а как это выбрали бывшим Советским Союзом, рассказывает то, что мы хотим рассказать. И вот это западу, это надоело. И вы мне можете спросить, а почему не верят? Уже не верят не только западные партнеры, но и внутреннее население это особо-то уже не верит. Не верят, что реально происходит. И почему растут просмотры не только телеграм-каналов, но и ютуб-каналов, независимо. Потому что едины, ну вы, кстати, нас посмотрят, я так понимаю, нас смотрят где-то 200-300 тысяч. Так это едины новины за месяц только набирают просмотров, все едины новины за месяц, сколько мы за одну передачу набираем. Почему? Потому что люди хотят, по крайней мере, знать правду, и что реально, для того, чтобы составить у себя какое-то представление. В общем, октябрь, вывод такой. В октябре, вот в это время, в октябре будет, это основная фаза борьбы за мир. Сейчас мне спросят, какая борьба за мир, если эскалационная составляющая будет все больше увеличиться. Да, перед тем, как что-то должно произойти, или эскалация, потом где эскалация, я не говорю, что война закончится. Я это не говорю. Но само по себе точка бифуркации, о том, что война будет заканчиваться, она уже прошла. Вот она сейчас показывает Запад, что она уже прошла. Просто она быстро не заходит. Нет, нет, так раз, и завтра все, завтра мир. Нет, она долго будет. Война сейчас высокой интенсивности, потом среднеинтенсивная, потом низкой интенсивности, потом все меньше и меньше. Ну, где-то весна, там, может быть, лето, тоже пойдет на спад. По синусу, сейчас будут писать. Опять стариков, синусоиды, ос, псы, сос, ординат, но это же наука, а не... Ну, ладно, хорошо. Поэтому, само по себе, Запад, если что-то не произойдет, экстраординарного, связанное с чем-то, оно, возможно, и будет. Потому что, возможно будет. октябрь и середина ноября это самое серьезное время, когда можно ожидать всего, чего угодно. Поэтому, берегите себя. Я понимаю так, судя по вашему ответу, что вы не можете ответить на вопрос, как вы относитесь к идее членства в НАТО в обменной оккупированной территорией. Еще раз. Это... Я ответил самое основное. Это вопрос, это нам было сказано для того, чтобы сказать. Вот для чего было. Сказать. Надо что-то сказать. Знаете, вот я как анекдот всегда говорю. Давайте выпьем за Ивана Ивановича. Нам-то все равно, а ему будет приятно. Так и вот. Нам-то все равно, что мы скажем. А вот приехать, надо же как-то приехать, надо что-то сказать. В гости же тогда приезжаешь. Ты же не просто так приезжаешь, правильно же? Надо же какой-то подарок принести, денежку принести, хорошее слово сказать, сказать, какие вы заебачьи пацаны, ну и тому подобное. Правильно же? Ну, логично. Как мы вас поддерживаем, так поддерживаем, что даже я сами боимся, как вас поддержим. Да? такие. Самое главное поддержать. И уехали, и забыли. Просто надо же понимать психологию американского политикума, британского политикума, европейского политикума, голландского, нидерландского, французского, немецкого. Понимать, что это такое. Это другие люди. Это не славяне. Это другие люди. У них другое мировоззрение. У них религия другая. У них другое. Они по-другому совершенно думают. И они задачи по-другому решают. Поэтому и вопрос. Пришли, сказали, ушли. В итоге я же и ответил, что ничего, эти слова, это только слова. Слова. А на деле, а на деле будет, я тогда уже буду отвечать более предметно, если я вижу, что в бюджете какой-то страны появился роспись, роспись, бюджетный, бюджетный роспись, так называемый, бюджетный, где написана программа там, державная программа наказания помощи Украине по таким-то вопросам. Все отлично. Ну хорошо, даже в ЦРУ там или в РУМО есть секретные программы, но там они небольшие. Ну что там на 100, 200, 300 миллионов. Вот нам дают по 200, 300 миллионов. То мы в день тратим на войну 100 миллионов долларов. В день, еще раз говорю, в день. Если нам дают 300 миллионов, это на три дня. Это не деньги. Это не деньги. Деньги, вот когда вот начинается от 23 и до 30 миллиардов. Вот это уже, можно сказать, деньги на какую-то операцию. А сейчас уже летняя военная кампания заканчивается, вот дожди пошли. Дожди, вот слышите, дожди пошли в Киеве. Значит, дожди пойдут на линии боевого соприкосновения. А раз пойдут на линии боевого соприкосновения, Курская наступательная операция, как я вот на своем канале говорю, она перешла в третью фазу. То есть, из наступательной она сейчас перешла в мобильную оборону, а как дожди пойдут, она перейдет куда? В позиционную оборону. Почему? Потому что движение дороги размоет, не сможет двигаться боевая техника. Мне сейчас тоже скажут, танки грязи не боятся, да, не боятся. Но мы же маневренно передвигаемся, мы же не этот, мы маневренно передвигаемся в мобильную оборону. Нам придется отойти, отойти. И занять какой-то маленький плацдарм. А я уже еще месяц назад говорил, выполнили задачу политическую и все. А ты что? Кстати, президент Зеленский это и заявил, что Курская операция была политическая задача. Помните, я же на вашей, ну, с вами мы беседовали. Ну подождите, ну, он что только не заявлял про Курскую операцию и про причины. Еще раз, принципиальный вопрос, принципиальный вопрос. Ну так принципиальный вопрос, чтоб не оккупировали Сумщину, что это бы сделали они, а так сделали мы. Правильно. Так вот, я же о чем говорю, это что, о чем говорить? Потому что эта Курская наступательная операция, она была проведена хорошо, отлично, как тактическая, вот тактического уровня спланирована. Это по-военному, это все правильно. Только для того, чтобы военно, если что-то делаешь, ты должен понимать, что дальше. Ну ты пришел, вот пришли, заняли Москву, вот мы придем, займем Москву. Хорошо. Миша, Миша говорит, нам это еще, да? Ну я говорю, на Москву. Пришли, заняли, что мы с этой Москвой делаем будем? Ну ограбим, хорошо, ограбили. Ну а дальше что? Управлять страной, тут этой страной, кто умеет? Мы на своей территории порядок не можем наместить. Матрасок, сколько там миллионов долларов храним? Это правильно же? На своей территории не можем навести порядок. А в итоге, а это какая система работала? В Хмельницком, в Хмельницком есть МВД, то есть система управления полицией, управления ДБР, НАБУ, СБУ, там сколько правоохранительных органов и специальных служб. Тетечка откуда столько это понабирала? Она же не за деньги не это набирала, а сколько имущества накупила? Я так понимаю, там система была построена лет пять, шесть, может это еще до войны было? А система-то правоохранительная. А вот придем в Москву, разграбим, и что? Заберем вот этот алмазный фонд, принесем домой большой алмаз, шапку царя Мономаха оденем, да? Все, походил по дому, выпили, закусили, ну и дальше что? Поехали в Польшу, продали эту шапку, обратно, ну что вы сделали? Ну дом купили. Не умеет, для того, что надо уметь управлять. Я к чему говорю? Привожу теперь пример Сунь Цзи, то есть, что Сунь Цзи говорит. Стратегия без тактики, это медленная победа. Вот сейчас вот мы, когда будем обсуждать эту ситуацию на фронте, да? Это такая, что сейчас делает Российская Федерация? Реально сейчас разобраться по-военному очень тяжело, потому что зрители, которые слушают, говорят, а вот Стариков говорил, что Покровское направление, это направление главного удара. А сейчас Стариков скажет, не Покровское, а уже Южнодонецкое и Купинское. Он говорит, Стариков все это, а потому что я сейчас анализирую за неделю и понимаю, что Покровское чуть-чуть перестановилось, а те пошли по другим направлениям. Поэтому само по себе, а у нас есть тактика, Курское направление это тактика. Но она без стратегии. Мы пришли туда, встали, что мы там делаем? Ну, заправились, там походили. Ну, что там, ну, что делать? Ну, что там делать? Они ушли. Почему Россию невозможно, у России есть огромное преимущество, вот этот огромный стратегический тыл, да? Вот этот тыл. Французы пришли, чем французы? У французов была самая сильная армия в мире. Самая сильная в данное время. Пришли. Бородинов, они в Бородинском сражении да победили, но Наполеон сказал, да, мы не про Россию, то есть Николай Первый не проиграл, но мы и не победили. Ну, что сделали? Отошли, Кутузов отошел, они походили, походили, жрать надо, никого нет, все поселки, дома сожгли, а кушать, кушать-то хочется, а никого нету. И ушли, проигрыш. Когда заходят в Европу, каменные дома, правильно же, дома каменные, там хозяйство, там никто свое, ничего не бросит, курка, яйка, голый баба, шнаб, зашел там, это все, все насобирал, и пошел дальше, Париж брать, по Парижу, быстро, быстро, что, не так что ли? Походили, раз тоже, выпивали, потом ушли, привезли домой эти болезни, и все, и домой пошли. А в Россию пришли, вот пришли в Россию, курс, хутора, и пусто все, и лес, и пусто. Как я говорю, что ты смотришь на меня, выпучил глаза, я к Убрянскому лисе, как мне учитель, учительница украинского языка, когда, так, она детям всем такое говорила, а мы думали, а что такое Брянский лес, где это он, что это такое? Она войну прошла, поэтому она и притязанила, она знает, что это такое. Вот и все, что там делать? В итоге, мы пришли, задачи не выполнили, сейчас придется назад отойти. Вот интересно, вот вы журналист, посмотрите, что будет про курс, говорит, курс, мы туда зашли, чтобы, противник перебросил свои ресурсы. Не перебросили, они бросили, они как Кутузов, бросили и ушли. Да, Олег Иванович, угледар потеряли, и тут как бы два эпизода таких важных я бы хотел отметить. Ну, во-первых, чтобы вы прокомментировали сам факт, а во-вторых, чтобы дали какую-то, ну, скажем так, наметку хотя бы, стратегически, что происходит сейчас. То есть, что с фронтом без угледара. Нам рассказывают разное, ну, если честно, каша, ну, каша у разных экспертов военных, одни говорят, что, ну, это укрепрайон, ну, потеряли укрепрайон, ничего страшного, с фронтом ничего не случилось, все нормально. Другие говорят, погодите, то есть, это действительно стратегическое преимущество у противника овладения вот этим населенным пунктом. И вместе с этим мы видим тяжелейшую историю подноготной, которую рассказывают солдаты, как это было. С выводом, с недопополнением из четырех человек вместо пятидесяти, это Владимир Бойко пишет, и, ну, там, другая военная корреспондент украинская. Вместе с этим мы видим, как после отступления из Углидара застрелился комбат ТРО. Ну, то есть, мы понимаем, что, ну, как бы, вот Углидар не затрешь. Ну, не затрешь, хотя, в принципе, сейчас все делается так же, как и, ну, как и раньше. Боролись все, но жизни важнее застройки. Что думаете? Нет, так мы всех, всех уничтожили. Все, кто пришел, все противники, кто пришел на Углидар, мы всех уничтожили, никого нету, но отступили. Ну, отступили, да. Вот это большевизм. Вот этот большевизм, вы же понимаете, что сейчас надо делать Владимиру Александровичу? Ему надо менять своих советников. Сценаристов, вот сценаристы, войны, еще раз повторяю, войны ведутся по законам войны, военное искусство, военная наука, а не по сценариям, которые писали, какие-то, фильмы и тому подобное. Уже в полчаса мы с вами говорили, что Ждапад уже смеяться стал. Сначала смеялся, а сейчас уже он нервирует стал. Они нервируются, они же дети. Владимир Александрович тоже пишут, якобы он, а они тут совсем наоборот, они просто умеют лицо держать. Ну, там все серьезно, потому что они же все аристократы. Там на Западе ты не сможешь выйти в элиту, ну, элиту, которая управляет страной и если у тебя родители не были элитой, имеется элитой, связанной с эры, перы, там, графья, князья и тому подобное. Они же совершенно по-другому относятся. Так вот, что реально происходит? Вот я, чтобы много не знать, я вот готовясь к эфирам, я ко всем эфирам готовлюсь, поэтому подписывайтесь на канал, знаете, что я всегда очень заотечественно подскажу. Так вот, летняя военная кампания 24-го года заканчивается как у вооруженных сил Украины, так и у вооруженных сил Российской Федерации. Последний месяц, октябрь, где-то 4-5-6-го ноября оно закончится и военные, еще раз говорю, военные будут переходить к зимней военной кампании. ноябрь, сам по себе, может быть, середина ноября, может, начало ноября, может, конец ноября, будет спад, будет спад у нас и у противника, спад, потому что вести наступательные действия в течение шести месяцев ты просто не можешь это сделать, ну не можешь, в силу тебе. Поэтому будет определенный спад, будет определенная подготовка, зайдут все. Я сейчас говорю только про военных, я не про политиков. Войны начинают элиты, заканчивают элиты, а военные всегда готовятся к войне. Я сейчас рассказываю про военную составность. Значит, будет вести подготовка, и все сейчас пытаются занять наиболее удобные позиции в зиме, чтобы зиму переехать, когда зима встанет, ну начнется уже холод будет, чтобы когда слякоть это пройдет, а потом уже начать готовить летние кампании. Это лучшие позиции. Я же никогда говорю война за мир сейчас идет, война за линию боевую соприкосновение. Второе. Где сейчас будут главные удары вот в это время? До ноября месяца или в ноябре еще. Это южно-купинское направление. Южно-купинское. Видим, да? Это там, где Боровое, где разделение Купинс, то есть Купинского нашего направления на два участка. Купинское и Боровое. Посередине. Там песчаные, если кто там ориентируется, то это песчаные. Уже два километра осталось до реки Оскол. Там в одном месте два километра. А два километра это уже, считаю, уже разрез. И второе. Углидарское направление. Углидарское направление. Тому по себе углидарское направление это можно рассматривать как с политической точки зрения, стратегической, психологической, а с тактической точки зрения, ну, с военной. Это тактическое, это реально. Почему? Почему? Почему я сейчас, вот сейчас я говорю на это время. Значит, если нашим подразделениям, которые отошли с углидара, тут можно по-разному говорить, отошли, бросили, я почему говорю не бросили, я считаю, что это перекручено, потому что если бы в панике бежали бы, если не планово подходили, противник сейчас показал бы трофей. Ну, воевали-то не автоматами и пулеметами, и минометами, воевали, там ведь тяжелая боевая техника была, а ее, значит, отвели, раз отвели, значит, был плановый отход, а потом Орингард остался, основные силы отошли, а потом Орингард ошел, вот правильно говорит, из 10 человек 5 гибло, потому что противник взял под огневой контроль ту дорогу, по которой, то есть реально зашли с запада и с востока, с юга, оставили только центры, не стали окружать, счет 50% уничтожены, не входя в город и бережа свой личный состав, я говорю про противник, это про Огридар, теперь, если мы, наши вот части, которые, там, если по гугл-карте я смотрел, там есть укрепрайон, есть укрепрайон построенный, я даже могу сказать по линии, где же он у меня тут написан, что-то я писал, писал и забыл, что-то уже в старой стал, так, ну, только что, ну, что мы видим, новоукраинка, Успеновка, дальний, это второй стратегический эшелон, это он построенный, то есть, реально, если так разобраться, будет примерно где-то наша линия, начиная от Золотой Нивы, от Золотой, но Золотая Нива под нашим контролем, до Кураха, вот линия такая, если мы сдержим наступление противника, и противник сейчас на эйфории не начнет, не войдет в Богу Явлинг, а там до Богу Явлинг еще три маленьких укрепрайона, по всей видимости, ротного уровня, если кто не верит, берете гугл-карты, смотрите фотографии, там в принципе видно, там можно, кто понимает, кто в военной топографии, по крайней мере, хоть в топографии простой понимает, там можно определить, что реально происходит, поэтому это первое, поугледованию, но это будет направление, главный удар, что они будут, они будут расширять фронт, и по всей видимости, с большой долей вероятности, Запорожский фронт начнет движение, начнет движение, то есть противник, почувствовав, перехватив стратегическую инициативу, он начнет на запорожском направлении двигаться, и Покровское направление, очень серьезное, почему, потому что там они приостановили движение, но до Покровска, там по разным данным, от пяти до семи километров, но там не сколько Покровское направление, сколько Кураховское, вот это сейчас идет, идет борьба за Невельский выступ, или Карман, там по-разному называется, там все, что там у нас где-то 3-4 бригады, это южный фланг Покровского направления, или северный фланг Кураховского направления, там сейчас ведутся бои, такие вязкие, вязкие, так вот, теперь берем стратегию, это я примерно тактику рассказал, а теперь берем стратегию, а по Курску я рассказал, нам придется отойти, может быть, на Плазарм Суджи, по всей видимости, я об этом говорил, как посмотрели, показали, что мы взаимодействовали политическую, психологическую победу, надо было раньше отойти, и в принципе уже укреплять район Суджи, и вот там, где вот эта санкция, газоперерабатывающая, и то подобное, теперь, что реально дальше будет происходить, дальше, если мы не стабилизируем ситуацию, если мы не подведем резервы, есть ли у нас резервы или нет, не знаю, это является государственной тайной, и даже если бы я знал, я бы не сказал, но президент Зеленский, я могу цитировать, четыре бригады кинул на Курское направление, мы уже разговаривали, а десять бригад, вроде люди есть, а надо их вооружить, вот теперь берем, вооружить, во-первых, надо одеть, ну, по всей видимости, одели, надо же одеть, а в те фотографии, которые показывают солдат, которые, типа, отказываются идти, они, все, кто в чем это, там они не, это не войско, это какая-то партизанщина, пузатые какие-то, женщины там стоят, а может быть это и все, но я-то понимаю, что форма должна быть, это же армия, это же здесь вещь армия, она же должна быть одета, у кого одного нога 37, а у кого-то нога 45, это же надо подобрать обувь, одежда, у кого 40, а у кого 56, это тоже надо подобрать, это тыловиков сколько надо, это сколько вооружений надо, оружейных комнат, сколько боеприпасов, сколько механиководителей, сколько командиров, взводов, рот, это же все надо подготовить, провести боевое слаживание, учения, хотя бы познакомиться друг с другом, это тяжелейшие вопросы, которые за месяц не решаются, и за 4 месяца не решают, и за 6 месяцев не решают, год как минимум, для того, чтобы создать, если бы было как, если бы бригады, вот например 72, отвели сейчас на, должны отвезти ее на доукомплектование, и на отдых, и на базе вот старой бригады, начинать собирать, укомплектовать ее новыми, и брать призывников, то есть брать, кого мобилизовали, лучше всего, ну командиры должны работать, не тех как любого там, а тех, которые по крайней мере, более мере мотивированы, или по крайней мере не хочет, но будет, знаете, не хочу, не хочешь, но заставим, не можешь, что научим, армия, армия все, в армии все можно, только надо правильно подходить, и не теми тупыми методами, которые действуют, отдельные, то я уже вижу, вся система работает, которые, слава богу, я так понимаю, назвали их уже не военкоматами, а по-другому назвали, просто военкоматчики, кто профессионалы, они там, наверное, плеются, как их службу бы развалили, превратили вошли, так вот, если на по старым бригадам начали комплектовать, и тогда обстрелянные бойцы, обстрелян, кто прошел бои, они бы учили молодых, и тогда бы это восстановилось уровнем бою готовности, а новые, новые, ничего не про, новые, это первый бой, самый страшный, второй, третий, четвертый, еще страшный, и последний тезис, последний тезис по стратегии, дальше ситуация будет ухудшаться, почему она будет ухудшаться, потому что противник, используя стратегию, тактику качели, ищет слабые места, и сейчас, раскача, и сейчас полностью взял инициативу в свои руки стратегические, и на любом фронте мы только реагируем, так вот, что самое опасное, сейчас мы потеряли связанность фронта, вот я же говорю разрезание, Торецк, они что сейчас в Торецком делают, они режут город на две части, они режут город, раз разрезают на две части, все, все-таки город пал, так же самое и по фронтам, разрезают на две части, и сразу, оно все падает, и оно просто будет занято, так вот, связанные фронты, теперь мы не сможем туда резервы переброшить, и как только где-то будет кулак, раз, и в итоге где-то будет дырка, и могут выйти на оперативный простор, и теперь мне зададут, вы зададите вопрос, дойдут ли они до левого берега Днепра, зайдут ли в Запорожье, Днепр, и дальше на Западную Украину, нет, сразу говорю, нет, задача на летнюю военную кампанию, у противника, это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, все, что касается Херсонской, Запорожской, не скажу, потому что ресурсов у них, по крайней мере, сейчас, я сказал, по синусоиде, у них сейчас спад произойдет, уровень боевой готовности, ну, произойдет он физически, человек не может 6 месяцев, постоянно на адреналине воевать, ему надо отдохнуть, отдохнуть, вот они будут отдых, то есть ротации и то подобное, вот поэтому, сейчас вот до границ, если мы не локализуем, то вероятность того, что они выйдут на административные границы, высокая, еще раз говорю, высокая, что мы можем сделать, для того, чтобы не дать это, то, по крайней мере, приостановить наступление, мы можем ударить на каком-то направлении, провести наступление, вот как это было на Курском, но там, ну, наступление надо проводить, не в качестве политического шага, а в качестве военного, это может быть Белгородская область, может быть Курская область, может быть Брянская область, но опять же, это тактический уровень, для чего, если рота зашла, то противник туда перебросит полк, если зашел батальон, противник туда перебросит бригаду, вот для чего, и для того, чтобы чуть-чуть снизить именно напор, и поменять, и разрушить систему боевого управления, потому что само по себе Курск, вот они на Курск, мы 8-го числа зашли, не, 6-го числа зашли, да, август, они только через месяц зачухали, через месяц зачухали, они только через месяц, последний, создали три командования, только группировку туда перебросили, написали планы, и только 10-го сентября начали какое-то движение, и то разведку боя, вот что, поэтому мы должны, по крайней мере, чтобы снизить накал, на каком-то направлении, я это не говорю, что противник что-то перебросит, но по логике действий, по тому, как думает высшее политическое руководство, я это прогнозирую, еще раз говорю, как думает высшее политическое руководство, а не как военные, военные думают по-другому. Понимаете, в чем дело, это же те же самые грабли, получается, те же самые грабли, потому что перебросит там, как народу, полк там и так далее, так и где он их возьмет, со своих резервов, а не с пророда. Еще раз, повторяю, мы, я сказал, что Владимиру Александровичу, необходимо, поменять, своих советников, там шесть самураев, сколько у него там самураев, тридцать бакинских комиссаров, сколько там, двадцать восемь бакинских, панфиловцев, или тридцать бакинских комиссаров, кто там еще, ну это же как эти, большевики, все побольше, поменять, поставить туда, взять советники, профессионалов, генералов, которые обучались, вы, военных академиях, да, понятно, вы не перебывайте, это самое, я говорю то, что необходимо сделать, чтобы не наступила катастрофа, вот я для этого говорю, это неинтересно, у нас комбаты стреляются из ТРО после отступления, да, стреляются, почему они стреляются, потому что они считают, что, вы же понимаете, как, раньше это были замполиты, сейчас воспитатели, да, комиссары, политруки, а по-прежнему эти, опять же, то же самое, воспитатели, а воспитатели, если ему, он 25 лет ему, говорю, дядьки пузатые, там 50-летние, которые посылают, туда, да, сколько у нас самовольное оставление части, тысяч человек, 80 это, только этот, я так думаю, даже страшно мне цифру назвать, а это к чему приводит, а это приводит к тому, что чарты, как его, отдали, военную юстицию не создали, а зачем ее создавать, а нет, зачем висковую полицию, висковую суды, висковую прокуратуру, это все, это все, это коммуняки тупые, это все, а мы самые умные, в итоге что, берут, что реально происходит, понабрали, немотивированы, они пришли, с учебки, определенный процент ушел, ну, Володя Бойко написал, он говорит, а я-то знаю, потом оттуда, с воинской части, пойду воевать, а не пойду воевать, и оттуда распылить, в итоге, что командир, пока напишет, тот, который по воспитанию, пока напишет рапорт, пока проведут расследование, потом направят ДБР, а другой говорит, а мне нефиг, мне командир, только из-за него, он ведет боевые действия, а что у него получается, ему, он, например, командир батальон, комбат, 600 человек у него, личного состава, по штату, а с учетом раненых, больных, с учетом СВЭТ и тому подобное, а у него 300 или 200, а задача на 600, на 600 задач, а у него на 200 все, то есть, если линии обороны, солдат, например, 10 метров держит, сектор стрельбы, а у него в 13, то есть, он уже берет 30, или 40, или 50 метров, а противник это видит, где дырки, и туда ищет, разведка боем, и тогда получается, у нас герои, почему, потому что он герой, нет ни слева, ни справа, никого, он тогда собственной жизнью, он проявляет героизм, чем больше героев, тем хуже работает государство, не должно быть во время ведения боевых действий, герои, герои должны быть, это те, которые спасают личный состав, вот, я же помните, про Оргергард сказал, когда часть, когда часть, подразделения попадает в окружение, то есть, остается всегда Оргергард, несколько человек, добровольцы, или командир назначает, то есть, эти люди погибнут, но они дадут выжить, тем кто отошел, вот это, вот это герои, а когда идет, воюет, и когда им не дали, все необходимое по номенклатуре, что необходимо сделать, и второе, держите эти развалины, за два с половиной года, за такие слова, что сказал сейчас, президент Зеленский, СБУ, что делал СБУ с этим, кто об этом скажет, сказал, помните же, никто не говорил об этом, что было? Да, Олег Иванович, тактический один элемент, очень интересно, когда вы обсуждаете, именно конкретное событие, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, ситуацию, сегодняшнего дня, под часовым яром, упало нечто, одни говорят, вот российский самолет сбили, Су-25, потом там долго приглядывались, разные фотографии, видео, там в разных разрешениях, что же это сбили, что же это упало под часовым яром, и выяснилось, что это беспилотник, охотник, огромная дура, там, ну, она сродни самолету по своим размерам, по площади, оперативно-стратегистическому, ну, оперативно-назначен, вот, и мы понимаем, что, ну, вроде как сбили Су-25, ура, победа, а если сбили, а там еще запустили, не знаю, правда, неправда, тут сложно судить, что это какой-то тренировочный полет, ну, правда, странно, Су-25 и Су-34, они уже падали, у россиян на Донбассе, и теперь они близко к линии фронта не подходят, потому что ПВО, ну, разные комплексы, ручные ПВО, то есть, ну, всякие, а тут прям подошел и прям сбили, значит, потренировались, но не на Су-25 же. Если это охотник, что это означает для этого участка фронта, и что вы думаете об этом, ну, таком, экстраординарном событии? Ну, во-первых, есть несколько версий, первое, то есть, это уже, я так понял, идентифицировали, что это был беспилотник оперативного уровня, значит, первое, второе, сбить его могли или наши с помощью тактического уровня, или оперативно, потому что он большой, у него видно, ну, видно, или второе, сбили свои, почему? Потому что он мог потерять ориентацию, то есть, система управления не сработала, и для того, чтобы он не попал в плен, то есть, мы его не посадили и не начали разбирать, на каких частотах работает, как он устроен, потому что сами по себе беспилотники вот такие, они секретные, вот райтер вот американский, который хуситы, хуситы, любители хуситы, я же помните, все про тапки говорил, и те, которые в тапках на бурсу ногу ходят, в резиновых, они самолеты, стратегические беспилотники, то есть, по всей видимости, то есть, вот есть такие, то есть, можно выдвинуть такие версии, но теперь, что это такое, это говорит, я в принципе, тактика технической, характеристикой не знаю, потому что действительно, но это пока не секретно, но по крайней мере, они могут быть где-то написаны, но реальные, это проблематично, но то, что он куда-то, то есть, то, что он уже летел, то есть, то, что у него есть уже планер, и он уже в воздух поднимается, это говорит о том, что Россия за два года очень серьезно подняла, у них вообще в начале войны ничего не было, вообще у них даже, вы, вы, в военной доктрине, они вообще даже, разведку, они совершенно по-другому проводили, артиллерийскую разведку, был офицер, бинокль, и то, подобное, но у меня отец, во время Великой Отечественной войны, получил орден Отечественной войны за второй степень, из-за того, что он во время операции, как офицер, этот, артиллерист был выдвинут на передовую и корректировал бой, телефоном, телефоном, лево, право, и то, подобное, за то, что там двое суток сидел, поэтому, то же самое и россияне, с биноклем, и это они передавали радиостанции Р-107, Р-109, вот такая большая, кстати, если кто постарше, не помнит, учили, блин, самая такая дура, самая дефицитная были вот такие батарейки, у них батарейки, ну ладно, все время как раз, а кто-то украл эти батареи, надо их постоянно было куда-то, чтобы не украли, чтобы радиостанция была свободна, так вот, по всей видимости, системы управления, или РЭП, или где-то что-то по каналам связи, или сама система управления не доработали, я считаю, что это опасный прецедент для нас, почему, потому что самое главное сделать планер, двигатель есть, все есть, подцепить туда вооружение уже можно, если он будет выполнять разведывательную функцию, это опасно, это уже будет залетать, это он будет летать там, где патриоты не собьют, высоко, а то, что они сейчас систему управления, сейчас они быстро доработают, если бы он упал на нашей территории, и они его не сбили, то есть он был бы, как-то можно было восстановить, да, а так он разбился, наши думают, ой, как хорошо, ну, у нас много вот таких, а реально это очень плохо, почему сейчас они это поняли, и они сейчас найдут причину, и следующий уже не упадет, и будет наводить системы высокоточного оружия на наши объекты, вот я вижу это так. Ну, просто, по-моему, на нашей территории упал беспилотник, кажется. Ну, я говорю, если, если там по себе, самое главное, чтобы сейчас наши, когда специалисты придут, чтобы голова, ну, то есть голова, это, ну, программный блок, там, система управления не была разбита, потому что, если она разбита, то восстановить его, ну, по крайней мере, сейчас могут определить, из чего он, какие, откуда, откуда детали, свои детали, или откуда там брали, ну, я так понимаю, как всегда, процентов 80, окажется, производят их у наших стратегических партнеров. Ну, ладно, это, это так. Да, ну, судя по всему, там сложно, да, то есть, понять, вроде как, на нашей территории, даже, как бы, задаются, ну, скажем так, вопросом, что действительно есть версии, что был неуправляемый, и вроде как, на нашей территории, то есть, тут, это очень важный прецедент, потому что, штука новая, большая, опасная, то есть, и, видимо, ее обкатывают, и если она запущена, прямо вот, на передовой, там понятно, что будут сбивать, ну, или там, ну, это ясное дело, то это значит, на что-то претендует противник. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете вы, у меня финальный вопрос, и он снова, ну, простите, Олегович, простите, он снова о людях, он слово о мобилизации, он снова о том, что нас всех ждет. Залужный выступил в защиту немобилизации с 18 до 25, говорит, если это делать, это крайний вообще просто случай, он снова говорил, что вот эти люди постарше, там, 50, вот эти 40, ну, тех, тех, кого призывают, у них там более советская ментальность, поэтому с ними сложно, но можно работать, а этих надо беречь, потому что у них за плечами будущая новая Украина. Но мы-то слышим другое, и, во-первых, тут я прямо вас спрошу, с вашего позволения, это заложного попросили из офиса президента, ну, скажем так, выступить на эту тему и высказаться, чтобы это все растиражировалось, разошлось, то есть он заодно с командой президента, или здесь какая-то идет другая история, потому что те же там нардепы Голоса, там, Костенко, он говорит, что прям партнеры сидят и недоумевают, почему у вас 20-летние не призываются, и нужно брать и всех под ружье, прямо с 18-ти идти и вперед из песней, а заложный делает, получается, вразрез такое заявление, хотя по большому счету, тоже очень странно, да, заложенный теперь же кто? Посол Британии? Ну, как бы, не знаю, возраст мобилизации как-то отношений Украины и Британии не касается? Наверное. Или касается? Ну, я, во-первых, тоже противник того, что брали до 25 лет, потому что кто будет отстраивать, военно-то все равно закончится. Закончится или в ноябре, в марте, в июне следующего года, или этот, но она все равно закончится. Кто будет обустраивать, и кто будет украинцев возрождать? Украинцев, кто будет возрождать, рожать украинцев? От кого будут украинцы рождаться? Это первое, это самое основное. Нация, нация, вот у социологов и социологов, вот кто, демографа, еще так. Кстати, вы задавали вопрос по демографии, там, да, на одном из эфиров, якобы. Так вот, вот эти исследования по демографии, что к 50-му году будет 25 миллионов, это Бардоо писало, это не институт, это не научный институт писал, это вот эти, Грантаид, Бардоо, я специально узнавал, это они, и набрали кого-то, взяли, может быть, даже, это человек просто Грант получил, из Википедии, как они всегда это пишут, но Бардоо помнит, так и Гончарук, там вот это все, все это братья. Так вот, это первое. Второе. Само по себе, мы потеряли власть с начала войны, не с начала войны, где-то с середины, где-то после год, год, когда война, вот уже год прошла, год прошел, даже после 23, 23 где-то осенью. Так вот, разрыв между властью и народом стал все больше и больше и больше. А сейчас он, я так понимаю, он достиг критической точки, когда уже власть и народ живут разными, разными целями. Вы же видите, что вы сказали, может, я неправильно понял, как бы заложено, старшее поколение, менталитет другой. У старшего поколения еще менталитет намного патриотичнее, чем у этих. Намного патриотичнее. Да. И мы строили, мы возрождали, мы Украину строили, 91-й год, и голосовали за Украину независимую. И сюда я офицером приехал, будучи майором, приехал строить, и строил, и вооруженные силы, то есть, я в Национальной гвардии, контрразведов, и строил отделы военной контрразведки. Так хочется, ну мы же, как бы тоже из разных поколений, хочется прям воскликнуть, что ж вы построили вот это? Что, мы до 2005, до 2005 года, значит, склады не взрывались, значит, Тузла, Тузла, что с Тузлой же произошло? Не было ж войны. Решили, да. А территорию отстояли? Отстояли. Да. А потом я в 2005 году уволился, нас начали увольнять. Пришло молодое поколение, новые лица. Так вот у них спросите уже, а не у меня. У меня честная совесть. Мы построили, и вот при этом мы передали в руки другим все, что было. Именно вооруженные силы, то, конечно, чуть-чуть сокращали, но сокращали, не я же это продавал, и что если продавали, кто продавал? По приказу политики, политического руководства, а не военный. Военный приказ выполнили. Сейчас только заложенный сказал, что я не согласен, мы против Курской операции, его сразу сняли. А что, и раньше то же самое. Раньше раз, сразу сняли. Ничего не поменялось. Да. Поэтому ситуация такая, что вывод такой, что без личного, примера власти, я не говорю элиты, я говорю власти, потому что президент Зеленский и его команда совершили много стратегических ошибок, но одна из стратегических ошибок, они после вторжения не объединили элиты, как это делают во всех странах мира, как это сделал Нитан Яков, государство Израиль, объединили элиты. Есть элиты, которые плываются, есть контрэлиты, которые не привласти, но не обладают админресурсом, но есть антиэлиты, антиэлиты мы не берём. Не объединил это всё, и сейчас у нас воюет власть только. А контрэлиты не воюют, вы же заметите, контрэлиты-то ничего особо-то не делают. Нет, они воюют, но они политические никакие решения не принимают. Так вот, в итоге получается, элита отодвигается от народа, и оно всё дальше, дальше, дальше. А раз оно дальше, значит, элита должна показать личный пример. А личный пример какой? Оптимистическая трагедия. Смотрите, будет ли этот личный пример, потому что я вам просто, опять-таки, не своими же словами. Будет личный пример. Смотрите, Михаил Чаплыга, Миха-анархист. То, что происходит между Западом и Банковой сейчас, один в один, копия того, что было перед тем, когда началось с Яныком. Согласны вы с этим утверждением? Ну, это-то мне надо подумать, надо подумать. Но я вижу, что сейчас есть, опять же, самая наша основная проблема, это внутренние проблемы. Не противник. Противника победим. То есть, первое, мы отстояли независимость, отстояли суверенитет. Ну, территория, территория приходит, уходит, все равно через некоторое время территории возвратятся. Эти при правильном построении государства и территории все равно возвратятся, потому что они не могут жить. Ну, что Крым ведь не просто так передали Украине, потому что экономического не может жить без Украины, без воды и тому подобное. Ну, это вот. Так вот. Ну, подождите, ну, ну, Ну стойте, ну живут же, 10 лет вот тоже живут, праздновали недавно. Еще раз, живут, я сейчас говорю про экономический, экономическое возрастание, живут, да, люди живут. А что, подождите, а тут же тоже есть уровни, понимаете, я не то, что там с вами не хочу, но это, вы же военный философ, да, тут я исключительно философский вопрос задаю. Здесь же тоже есть разные уровни, да, кто как живут, там, чего где построили, где реконструировали, и как люди, работа, не работа, возможности, как куда-то поехать, то есть тут же тоже разная какая-то... Правильно, мы же говорим о чем? Мы говорим о нормальной гражданской жизни, для того, чтобы повышался уровень жизни каждого человека, потому что в войне повышается, в войне это есть шанс выдвинуться и политикам, и военным. Военные, военные, вот почему сейчас, война это мать родная для военных, почему? Можно выдвинуться, можно не быть паркетным генералом, а боевым генералом, после войны у тебя будет определенный рост и тому подобное. Так вот, я к чему говорю, что сейчас в итоге власти, а это будет, я так думаю, месяц, два, три, не больше. Три это вообще максимум. Придется показывать личный пример, такое как в оптимистической трагедии. Кто хочет еще попробовать комиссарского тела, собирается еще раз, Стефанчук с коллегами, коллегами, все, и на перекрытие провели. Крутые, крутые, потому если они дожидают, вот нас ожидают крутые, а крутые должны, кто закрыть власть, а конкретно Верховная Рада, батальон имени Стефанчука, под командованием Стефанчука. Не будет же такого, таких крутых. А я, нет, ну я ж тоже, не будет, не будет, ну будем надеяться, что, посмотрим, посмотрим. Олег Стариков был с беседником сегодня, спасибо за время и мысль. Да, до свидания. Подписывайтесь на меня. Да, ну самое главное, конечно, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.